Добро пожаловать на канал «Энергия Божественной Любви» – пространство для духовного развития, внутренней гармонии и достижения успеха через самопознание. Сегодня мы погружаемся в одну из самых известных книг в мире саморазвития – «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Эта книга стала настоящим руководством к тому, как с помощью силы мысли и правильного настроя можно изменить свою жизнь и достичь материального и духовного богатства. Прежде чем мы начнем, приглашаю вас подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, наполненные мудростью и вдохновением для вашей души. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы погружаемся в мир мысли и успеха под уютное потрескивание дров у камина. Возьмите чашку любимого чая, расслабьтесь и наслаждайтесь атмосферой. Теперь давайте начнем это увлекательное путешествие вместе с Наполеоном Хиллом, где каждый шаг может привести вас к успеху. Перед тем, как мы начнем углубляться в ключевые идеи книги «Думай и богатей», давайте познакомимся поближе с самим автором – Наполеоном Хиллом, человеком, чья жизнь и работа оказали огромное влияние на развитие литературы о личностном росте и успехе. Наполеон Хилл родился 26 октября 1883 года в бедной семье в маленьком городке Вирджиния, США. С детства он был любознательным и амбициозным мальчиком, который мечтал о великом будущем, несмотря на тяжелые условия, в которых он вырос. Его отец женился повторно после смерти матери Наполеона, и именно его мачеха заметила потенциал в мальчике, поддерживая его в учебе и развитии. Карьеру Хилл начал как журналист в местной газете. Его умение писать и задавать вопросы привлекло внимание влиятельных людей, и именно через журналистику он впервые получил возможность встретиться с Эндрю Карнеги, одним из самых богатых людей того времени. Эта встреча изменила жизнь Хилла. Карнеги предложил ему исследовать секреты успеха, беседуя с самыми успешными людьми того времени. Этот проект занял у Хилла более 20 лет. Он встретился с такими гигантами, как Генри Форд, Томас Эдисон, Александр Грэмбелл и многими другими. Карнеги поделился с Хиллом своей теорией о том, что успех — это результат не просто удачи или врожденных способностей, а соблюдения определенных законов и принципов, которые могут применить все желающие. Именно на основе этого многолетнего исследования Хилл написал свою знаменитую книгу «Думай и богатей». Он проанализировал жизнь более 500 успешных людей и выявил закономерности, которые помогли им достичь богатства и процветания. Хилл стал одним из первых, кто говорил о связи, позитивного мышления и успеха. В своей книге он развивает идею о том, что успех начинается в голове, с мыслей и убеждений, которые человек питает в своем сознании. Эта теория стала основой для множества книг, фильмов и движений в области саморазвития. Несмотря на то, что Хилл сам столкнулся с множеством жизненных трудностей, включая финансовые кризисы и личные неудачи, он никогда не переставал верить в силу своего ума и принципов, которые описал в своей книге. Его труд стал не просто книгой, а настоящим путеводителем по достижению успеха, который прошел испытания временем и продолжает вдохновлять людей по всему миру. Наполеон Хилл оставил после себя богатое наследие, его идеи стали основой многих современных методик личностного роста, таких как закон притяжения и визуализация. Теперь, когда мы познакомились с автором, давайте погрузимся в основные идеи его книги «Думай и богатей». Как уже было сказано, Хилл потратил более 20 лет на изучение успешных людей и сформировал основные принципы, которые, по его мнению, могут привести каждого человека к успеху, если их правильно применять? Первое. Огромное желание. Первым шагом к богатству и успеху Наполеон Хилл называет наличие огромного желания. Хилл утверждает, что все великие достижения начинаются с жгучего стремления к успеху. Без четкого и ярко выраженного желания успех невозможен. Здесь важно отметить, что желание – это не просто мечта или легкий интерес к чему-то. Речь идет о сильной, глубокой, внутренней потребности достичь чего-то большего. Чтобы это желание стало реальностью, Хилл предлагает выполнить несколько важных шагов. Определите четкую цель. Это может быть материальная цель, богатство или духовная – успех в саморазвитии. Важно, чтобы эта цель была ясно сформулирована. Укажите, что вы готовы отдать взамен. Хилл подчеркивает, что успех требует жертв. Вы должны быть готовы отказаться от комфорта, преодолеть свои страхи и ограничения. Составьте детальный план действий. Не ждите идеальных условий или подходящего момента. Начните действовать немедленно, пусть даже маленькими шагами. Постоянно напоминайте себе о своей цели. Хилл предлагает писать вашу цель на бумаге и читать ее дважды в день, утром и вечером. Это поможет закрепить вашу цель в подсознании. Для иллюстрации важности желания Хилл приводит историю Эдвина Барнса, который поставил перед собой цель работать с Томасом Эдисоном. Несмотря на отсутствие нужного образования и опыта, Барнс приехал к Эдисону и предложил свои услуги. Он работал простым сотрудником, пока не представилась возможность, которой он воспользовался. Все потому, что его желание было настолько сильным, что он не сдавался, несмотря на препятствия. Второе. Вера. Следующим шагом к успеху является вера. Хилл утверждает, что вера – это основа всего. Если вы не верите, что ваша цель достижима, вы никогда не добьетесь успеха. Вера – это мощная сила, которая превращает желание в реальность. Она помогает преодолевать сомнения и препятствия на пути к цели. Хилл предлагает развивать веру через технику самовнушения. Это практика, когда вы ежедневно повторяете свои цели и убеждения, программируя свое подсознание на успех. Вера не приходит сразу, но через постоянное повторение позитивных утверждений ваше подсознание начинает воспринимать эти мысли как реальность. Третье. Самовнушение. Самовнушение – это механизм, с помощью которого ваше подсознание принимает на себя ваши убеждения и цели. Хилл подчеркивает, что ваши мысли формируют вашу реальность. Если вы постоянно думаете о своей цели, уверены в ее достижимости и подкрепляете это действиями, ваше подсознание начинает работать на вас. Хилл советует ежедневно читать свои цели, представлять их достижения, использовать позитивные утверждения, такие как «я достоин успеха» или «мои усилия приведут меня к богатству». Окружать себя людьми информацией, которые поддерживают ваши устремления. Это помогает укрепить вашу веру и увеличить вероятность достижения успеха. Пример самовнушения можно видеть в жизни тех же успешных людей, с которыми общался Хилл. Они не только мечтали о большем, но и верили в свой успех, несмотря на любые преграды. Четвертое. Специальные знания. Следующим ключевым шагом к успеху Наполеон Хилл называет специальные знания. Он подчеркивает, что образование само по себе не является гарантией успеха. Успешные люди – это те, кто умеет применять знания, которые они получают в реальных жизненных ситуациях. Очень важно не просто иметь общие знания, но и накапливать специфические навыки, которые нужны для достижения конкретной цели. Хилл пишет, что успешные люди всегда стремятся к самообразованию. Они учатся у экспертов в своей области, посещают семинары, читают книги и постоянно расширяют свои знания. Однако он подчеркивает, что важно не просто собирать информацию, но и использовать ее на практике. Для тех, кто стремится к богатству и успеху, Хилл советует. Определите, какие знания нужны для достижения вашей цели. Получайте эти знания из надежных источников. Это могут быть эксперты, книги, курсы или практический опыт. Применяйте знания сразу же в реальной жизни, чтобы видеть их эффективность. Примером из реальной жизни Хилл приводит многих успешных предпринимателей, которые, несмотря на отсутствие формального образования, стали мастерами в своих областях. Они развивали специфические навыки и применяли их для достижения успеха. Пятое. Воображение. Воображение, по мнению Хилла, играет огромную роль в достижении целей. Он называет его творческой лабораторией разума. Именно воображение помогает нам создавать идеи и искать новые решения, которые приводят нас к успеху. Воображение может быть двух типов. Синтетическое воображение – это способность комбинировать старые идеи и знания в новые формы. Это полезно для решения проблем или адаптации существующих концепций к новым условиям. Творческое воображение. Это более глубокая форма, которая позволяет нам генерировать новые идеи, выходящие за рамки привычного. Оно связано с интуицией и может стать мощным источником вдохновения. Хилл подчеркивает, что великие предприниматели и новаторы, такие как Генри Форд или Томас Эдисон, использовали именно творческое воображение для создания революционных продуктов и услуг. Он советует каждому развивать свое воображение, давая ему свободу через визуализацию, медитацию и ежедневную работу над своими мыслями. Шестое. Организованное планирование. После того, как вы развили свои знания и представили свою цель с помощью воображения, следующим шагом является создание четкого и детального плана. Хилл говорит, что без плана любое желание и усилие могут пропасть даром. Успешные люди всегда действуют в соответствии с организованным планом, который помогает им достигать поставленных целей шаг за шагом. Он предлагает следующие шаги для эффективного планирования. Создайте план действий, где каждый шаг будет четко прописан. Назначьте сроки для выполнения каждого этапа. Адаптируйте план, если что-то идет не так. Гибкость – ключ к успешному планированию. Делегируйте задачи тем, кто может помочь вам достичь целей. Успех требует сотрудничества с другими людьми. Организованное планирование – это не разовая акция, а постоянный процесс, который помогает держать курс на успех. Хилл напоминает нам, что план нужно корректировать по мере необходимости, чтобы адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Седьмое – решительность. Один из ключевых аспектов успешной личности, по мнению Хилла, это решительность. Успешные люди умеют принимать решения быстро и четко. Они не откладывают на потом и не сомневаются в своих выборах. Хилл утверждает, что промедление – главный враг успеха. Чем дольше вы откладываете принятие решения, тем меньше шансов на успех. Решительность не означает поспешности. Это способность быстро и уверенно принимать решения на основе доступной информации. Даже если решение окажется неверным, это даст вам возможность скорректировать свои действия быстрее, чем если бы вы медлили. Хилл приводит в пример успешных бизнесменов, которые добивались успеха благодаря тому, что могли быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, принимая смелые решения на пути к цели. Восьмое. Настойчивость. Следующий шаг – это настойчивость. Хилл подчеркивает, что большинство людей сдаются, не достигнув своей цели только потому, что столкнулись с первыми же трудностями. Однако те, кто продолжают двигаться вперед, несмотря на преграды, добиваются успеха. Настойчивость – это способность продолжать работать над своей целью, даже когда кажется, что все против вас. Это ключ к тому, чтобы преодолеть любые преграды. Хилл считает, что настойчивость – это характерная черта всех успешных людей. Она не зависит от таланта или интеллекта, а формируется через постоянное стремление к достижению цели. Он предлагает несколько практических советов для развития настойчивости. Поддерживайте огонь желания. Если ваше желание достаточно сильно, вы будете продолжать действовать, несмотря на любые трудности. Окружите себя позитивной атмосферой. Люди, которые верят в вас и поддерживают ваши цели, помогут вам не сдаваться. Развивайте привычку к действию. Чем больше вы делаете, тем легче становится сохранять настойчивость, даже когда возникают трудности. Избегайте негативного мышления. Сомнения и страхи убивают настойчивость, поэтому важно сохранять позитивный настрой. Хилл рассказывает историю о том, как многие известные предприниматели и изобретатели сталкивались с провалами и неудачами. Однако именно настойчивость помогала им преодолеть трудности и достичь своих целей. Он приводит в пример Томаса Эдисона, который терпел сотни неудач, прежде чем создать первую работающую лампочку. Девятое. Сила мастермайнд. Наполеон Хилл вводит концепцию мастермайнд. Это идея о том, что группа людей, работающих над общей целью, может достичь большего, чем один человек в одиночку. По мнению Хилла, успешные люди объединяются в группы с другими профессионалами, чтобы обмениваться идеями и поддерживать друг друга на пути к успеху. Мастермайнд – это не просто деловое партнерство. Это особое взаимодействие, когда несколько умов работают вместе для достижения общей цели. Участники группы делятся своими знаниями, поддерживают друг друга в трудные моменты и стимулируют развитие новых идей. Хилл подчеркивает, что множество успешных предпринимателей добивались своих целей благодаря поддержке таких групп. Они использовали коллективную мудрость и энергию для преодоления препятствий и достижения новых высот. Десятое. Сексуальная трансмутация. Один из наиболее необычных, но мощных принципов в книге – это сексуальная трансмутация. Хилл утверждает, что сексуальная энергия является одной из самых сильных движущих сил в жизни человека. Он верит, что эта энергия может быть преобразована и использована для достижения успеха. Трансмутация – это процесс превращения одной формы энергии в другую. Хилл утверждает, что вместо того, чтобы расходовать сексуальную энергию на физическое удовольствие, люди могут направить ее на достижение своих целей. Эта энергия может стимулировать творческие способности, повышать мотивацию и помогать достигать высоких результатов в любой сфере жизни. Примеры из жизни многих великих людей показывают, что их величайшие достижения были связаны с управлением и преобразованием этой энергии. Хилл предлагает использовать эту силу для увеличения продуктивности и создания мощного стремления к успеху. Одиннадцатое. Подсознание. Хилл уделяет особое внимание подсознанию и его роли в достижении успеха. Он считает, что подсознание – это связующее звено между вашими мыслями и реальностью. Именно через подсознание ваши мысли и убеждения превращаются в действия и результаты. Он описывает подсознание как способное воспринимать любые команды, которые вы ему даете через мысли, повторяющиеся утверждения или самовнушения. Хилл призывает использовать силу подсознания для формирования позитивных убеждений и целей, которые приведут вас к успеху. Ключевые советы по работе с подсознанием. Контролируйте свои мысли. Подсознание не различает, что хорошо, а что плохо. Оно реагирует на ваши мысли. Поэтому важно избегать негативного мышления и сосредоточиться на позитивных установках. Используйте самовнушение. Постоянное повторение положительных утверждений программирует ваше подсознание на успех. Визуализируйте успех. Представляйте себя уже достигшим цели, чтобы ваше подсознание начало работать в этом направлении. Хилл подчеркивает, что ваши мысли – это основа всего, и чем больше вы контролируете свое подсознание, тем ближе вы к успеху. Двенадцатое. Шестое чувство. Наполеон Хилл описывает шестое чувство как некий интуитивный навык, который помогает успешным людям принимать правильные решения и избегать ошибок. Он говорит, что шестое чувство развивается через постоянное использование разума и укрепление связи с подсознанием. Это способность ощущать возможности, предугадывать исходы и действовать на опережение, руководствуясь интуицией. Хилл утверждает, что шестое чувство – это высшая форма разума, которая развивается только через практику всех предыдущих шагов – веры, самовнушения, планы действий, настойчивости и работы с подсознанием, развив интуицию, человек может начать воспринимать внутренние сигналы, которые направляют его к успеху. Интересно, что Хилл приводит шестое чувство как важную составляющую любого великого достижения. Он утверждает, что успешные люди не только опираются на факты и знания, но также доверяют своему внутреннему голосу. Этот голос помогает им избежать ненужных рисков и принять решения, которые могут показаться нелогичными на первый взгляд, но в итоге приводят к успеху. Хилл предлагает следующий способ развивать шестое чувство – медитируйте и визуализируйте. Это помогает укрепить связь с подсознанием и научиться слышать его сигналы. Регулярно используйте свое воображение, представляя будущие ситуации и как вы их разрешаете. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно в ситуациях неопределенности. Тринадцатое. Шесть основных страхов. Хилл также говорит о препятствиях на пути к успеху. Одним из главных врагов успеха, по его мнению, является страх. Он выделяет шесть основных страхов, которые могут помешать достижению целей. Первое. Страх бедности. Это страх потерять деньги или никогда не обрести финансовую стабильность. Этот страх парализует людей и не дает им принимать рискованные, но необходимые решения. Второе. Страх критики. Люди боятся быть осужденными за свои идеи и стремления, что часто мешает им действовать. Третье. Страх болезни. Страх потерять здоровье или не иметь сил для достижения успеха. Четвертое. Страх утраты любви. Страх потерять близких или быть отвергнутым. Пятое. Страх старости. Страх, что с возрастом человек потеряет свою значимость или возможность добиться успеха. Шестое. Страх смерти. Страх конца жизни и неопределенности. Хилл считает, что эти страхи – это главные преграды на пути к успеху. Они сковывают человека, заставляют его сомневаться в себе и избегать возможностей. Поэтому важно осознать свои страхи и научиться их преодолевать. Как только вы избавитесь от страхов, вы откроете путь для реализации своих желаний и планов. Он предлагает следующие шаги для борьбы со страхами. Признайте свои страхи. Первый шаг к их преодолению – осознание. Используйте самовнушение, чтобы избавиться от негативных мыслей и заменить их на позитивные утверждения. Действуйте. Не позволяйте страхам остановить вас. Действие. Теперь, когда мы разобрали ключевые шаги книги, давайте обратимся к конкретным примерам того, как принципы, предложенные Наполеоном Хиллом, помогли изменить жизни великих людей. Томас Эдисон – один из самых ярких примеров. Он не просто был изобретателем. Он олицетворял настойчивость и непреклонную веру в свои идеи. Эдисону понадобилось более 10 тысяч попыток, прежде чем он создал первую работающую лампочку. Многие на его месте уже давно бы сдались. Но именно принцип настойчивости, описанный Хиллом, позволил ему добиться успеха. Эдисон говорил, «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Он воплощал идею, что желание и вера в успех могут превозмочь любые трудности. Другим примером является Генри Форд, создатель первой массовой автомобильной компании. Форд не был инженером или ученым, но у него было неукротимое желание изменить мир и сделать автомобили доступными для каждого. Он применял принципы Хилла, такие как организованное планирование и настойчивость. Когда все вокруг говорили, что его идея создания автомобиля для масс была невозможной, Форд продолжал работать над своим планом. Он не только достиг своей цели, но и навсегда изменил автомобильную индустрию. Эти примеры не ограничиваются только великими изобретателями и предпринимателями. Принципы, которые описал Хилл, можно применять и в нашей повседневной жизни. Каждый из нас сталкивается с препятствиями на пути к своим целям, и именно вера, настойчивость и четкое планирование помогают преодолевать эти препятствия. Мой личный опыт работы с этими принципами показал, что самовнушение – это мощный инструмент для изменения мышления. Когда вы ежедневно напоминаете себе о своей цели и верите в ее достижимость, ваше подсознание начинает работать на вас. Это помогает не только сохранять мотивацию, но и видеть возможности там, где другие видят проблемы. Современный мир также полон примеров того, как идеи Хилла продолжают помогать людям достигать невероятных успехов. Возьмем, к примеру, Илона Маска, который верит в свою миссию колонизации Марса и создание устойчивой энергетической системы для Земли. Многие его идеи казались нереальными, но Маск следовал принципам, описанным Хиллом. Сильное желание, четкое планирование и настойчивость. Эти элементы помогли ему превратить свою мечту в реальность. Еще один пример – Опра Уинфри. Несмотря на сложное детство и множество жизненных трудностей, она достигла невероятного успеха. Опра часто говорит о том, что именно визуализация и вера в себя стали ее главными инструментами на пути к успеху. Ее история – это живое доказательство того, как принципы Хилла работают на практике. Теперь, когда мы подробно рассмотрели принципы Наполеона Хилла и разобрали реальные примеры того, как эти идеи применялись великими людьми, давайте подведем итог и задумаемся о том, как эти концепции могут помочь каждому из нас. «Думай и богатей» – это больше, чем просто книга о достижении финансового успеха. Это руководство по управлению своими мыслями, установками и жизнью в целом. Каждый из 13 шагов, описанных Хиллом, это кирпичик, который вы можете положить в фундамент своего успеха, будь то в карьере, личных отношениях или духовном развитии. Главная мысль, которая проходит красной нитью через всю книгу, состоит в том, что мысли материальны. То, как мы думаем, определяет то, что мы получаем от жизни. Если мы умеем управлять своими мыслями, направляя их в позитивное и продуктивное русло, то можем изменить свою реальность. Хилл убежден, что любой человек, независимо от его начальных условий, может достичь процветания, если будет следовать этим принципам. Важность веры и силы мысли. Основой всего является вера. Вера в свои силы, вера в успех, вера в то, что желаемое уже находится на пути к вам. Хилл ясно дает понять, что без веры любое желание остается пустым мечтанием. Вера наполняет желание энергией и движет вас вперед, помогая преодолевать страхи и сомнения. Этот аспект особенно актуален в наше время, когда внешние обстоятельства и мнения могут легко сбить с пути. Развить сильную веру в себя и свои способности – это то, что выделяет успешных людей. Вера – это не только уверенность в своих силах, но и готовность действовать, даже когда кажется, что все против вас. Настойчивость и решительность – как ключ к успеху. Хилл подчеркивает, что настойчивость и решительность – это качества, которые отличают успешных людей от тех, кто останавливается на полпути. Настойчивость – это не просто постоянные усилия, это способность не сдаваться, когда успех еще не виден на горизонте. Великие люди, такие как Томас Эдисон и Генри Форд, знали, что каждая неудача – это лишь один шаг на пути к победе. Настойчивость не только укрепляет характер, но и открывает новые возможности. Мир современного бизнеса, как и жизни в целом, требует быстрых решений. Зачастую промедление или неуверенность становится причиной упущенных возможностей. Хилл напоминает нам, что успешные люди принимают решения быстро и уверенно, основываясь на своих убеждениях и видении. Именно это позволяет им двигаться вперед, несмотря на критику и сомнения окружающих. Сила коллективного разума и окружения. Еще один ключевой элемент успеха – это сила окружения. Хилл говорит о важности создания группы единомышленников или мастер-майнд, где люди поддерживают и вдохновляют друг друга на пути к цели. Современные успешные предприниматели и лидеры часто говорят о том, как важно иметь вокруг себя людей, которые поддерживают ваше видение и помогают вам расти. Ваше окружение – это отражение ваших мыслей и установок. Если вы окружены людьми, которые вдохновляют вас, ваш потенциал многократно возрастает. Эти люди могут стать вашими партнерами по успеху, как это происходило с великими изобретателями и предпринимателями, о которых писал Хилл. «Думай и богатей» – это книга, которая учит нас не просто мечтать, но и действовать. Она напоминает, что успех – это результат ежедневных усилий, правильного мышления и готовности бороться за свои мечты. Это руководство помогает каждому из нас увидеть, что внутренний потенциал, который мы носим в себе, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Так что, если у вас есть цель, мечта, желание изменить свою жизнь, начните с того, чтобы изменить свои мысли. Будьте решительны, верьте в себя и действуйте. Помните, что успех – это не случайность, это результат вашей работы над собой и вашими мыслями. Заканчивая этот разговор, я хочу напомнить вам, что все великие достижения начинаются с маленького шага. И этот шаг вы можете сделать прямо сейчас, поверив в себя, свои силы и возможности. Все, о чем человек может мечтать и что может себе представить, он может достичь. Это основное послание, которое Наполеон Хилл оставил для всех нас. Начните думать правильно, и успех неизбежно придет в вашу жизнь. Это был наш очередной выпуск в рубрике «Книги для духовного роста и саморазвития». Мы будем продолжать разбирать книги, которые помогут вам не только достичь успеха, но и обрести внутреннюю гармонию и духовное благополучие. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно делитесь своими историями и мыслями в комментариях. Нам важно узнать, как эти идеи помогают вам в повседневной жизни и духовном пути. Если вам нравится наш контент и вы хотите поддержать канал «Энергия Божественной Любви», станьте нашим спонсором. Это поможет нам создавать еще больше глубоких и вдохновляющих видео для вашего духовного развития. До новых встреч, и пусть ваш путь будет наполнен любовью и светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова